Накануне премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел в Новочебоксарске заседание Президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. На повестке дня стоял один вопрос. Реализация государственной политики в области интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность как объект товарооборота во всем мире становится все более востребованной. Век технологий спрос на научные разработки приезжает предложение. Кроме того, это очень дорогой продукт и зачастую его не покупают, а присваивают. Поэтому интеллектуальная собственность нуждается в правовой защите. Почему-то считается, что в этом плане Россия не особенно преуспела. На фоне вступления в ВТО такие разговоры зазвучали громче. И это несмотря на то, что у нас действует соответствующая законодательная база, которая регулярно совершенствуется. Однако есть над чем работать. Премьер-министр отметил крайне низкое количество международных охранных документов на отечественные разработки. По числу национальных патентных заявок мы находимся на седьмом месте в мире, а по международным на двадцать пятом. Импорт интеллектуальной собственности в одиннадцать раз превышает экспорт. Когда мы говорим о экономике, которая основана на знаниях, о изобретениях, открытиях, то, конечно, предполагаем, что существует надлежащая правовая охрана. Причем эта охрана нужна не только сама по себе, но и для того, чтобы правильно вовлекать результаты интеллектуальной деятельности в экономический оборот. В конечном счете, чтобы они генерировали прибыль, выступали объектом правовых отношений, включая объекты залога, способствовали повышению капитализации бизнеса. В общем, участвовали во всех элементах экономической деятельности. Ну и, конечно, чтобы у людей были реальные правовые и экономические стимулы заниматься научно-техническим творчеством, в результате чего и появляются новые продукты. Поскольку интеллектуальная собственность имеет непосредственное отношение ко всем инновациям, а именно на них делают ставку регионы, заседание совета решили провести в одном из субъектов, поближе к реальной ситуации. Чувашия, по мнению участников, выбрана не случайно. Здесь очень существенный прогресс произошел в развитии технологического производства. Лет 10, наверное, если не больше, здесь не было. Вот сегодня я чрезвычайно впечатлен, так сказать, произошедшими за это время развитием и изменениями. Ну, начиная с того же, такое предприятие, как то, где мы сегодня находимся, там, в начале нулевых годов было трудно вообразить себе. И, кончая, ну, просто, так сказать, нас провезли из аэропорта на автобусе, ну, сильно изменился кризис. Запуск промышленного производства на заводе «Хивиль» состоялся чуть ранее, за полчаса до совещания. Предприятия по производству солнечных модулей начали строить в 2009 году. Именно тогда на уровне правительства России было принято решение включить Новочебоксарск в комплексный инвестиционный план модернизации моногородов. На проектную мощность в 800 тысяч солнечных модулей в год завод планирует выйти во втором квартале 2015-го. У нас очень хороший опыт Чувашии, потому что, во-первых, нам власть пошла на нас встречу, и мы получили льготу по налогу на имущество, что, естественно, важно для нас. Во-вторых, мы получили всемерную поддержку с точки зрения поиска и подготовки кадров. И, в целом, мы считаем, что это хороший регион для того, чтобы работать. Чувашия, во-первых, это очень красивый край сельский, и, во-вторых, всегда раньше, да и сейчас ассоциировалась с тракторными заводами, тяжелыми тракторами. Но теперь вот то, что мы посмотрели сегодня, где проходит совещание, это действительно очень высокие технологии, солнечные. Поэтому и день такой, и технологии такие, что они ассоциируются все-таки с солнечным светом, и с тем, что этот свет будет работать, давать электроэнергию. Причем это очень высокотехнологичное производство, и, как я понимаю, пленочные покрытия, которые есть сейчас, они в каком-то смысле прорыв для России, потому что первый и единственный завод, но они приняты в мире. А вот следующий шаг, который предполагается здесь реализовать, связанный с новой технологией такой гибридной, пленочной и монокристаллической, это будет уже определенный прорыв такой и технологически мировой значений. Поэтому мне кажется, что есть чем гордиться.